По Водарской области участники государственной программы «Дорожная карта бизнеса» заявили, что терпят убытки. Чиновники, которые обязались обеспечить инфраструктуру новых объектов, не выполнили свои обещания в срок. Бизнес-инициативы оказались на грани срыва. Ербулабишев спросил у представителя Акимата, когда сельским дельцам ждать благ, и изучил показатели госпрограммы. Станция технического обслуживания автомобилей известный долгострой поселка Ленинский. Предприниматель Валихан Ныхманов построил ее в прошлом году при поддержке «Дорожной карты бизнеса-2020». И до сих пор ждет, когда КСТО подведут электричество. В связи с того, что сварочные работы не закончены были, ураганов снесло крышу. Потом же не подведен свет, так как это. На это выделялись деньги уже неоднократные, и нет этих денег на сегодняшний день. Асхатпек Асылханов владелец тепличного комплекса. Он тоже ожидает подведения коммуникации к объекту. В прошлую весну, говорит, потерпел убытки. Урожай засох без воды. Но бизнесмен и нынче рискнул. Решил таки вырастить огурцы. Ну тоже мартышкин труд, то же самое. Ну просто без дела сидеть тоже. Вдруг надежды умирают последние, говорят же. Вот и приходится вот так ковыряться, сидеть пока не кидает. Вдруг пойдет, вдруг они скважину поставят, надумают. Весь прошлый год участников программы успокаивали. Мол, потерпите, скоро будет инфраструктура. Почти все лето разрабатывали проектно-сметную документацию. Осенью определили подрядчика. Но тут наступила зима. Неожиданно. Из-за мороза строительство приостановили. Деньги тем временем, по причине неосвоения, вернулись в Астану. В связи с тем, что на сегодняшний день имеется обязательство, мы эти четыре объекта обязаны закончить в этом году текущий буду. Мы это и сделаем. Словом, в Акимате опять обещают, но предприниматели уже не верят. Пытаются своими силами довести начатое дело до конца. Сельчане говорят, разочаровались в дорожной карте бизнеса. Защитники малого и среднего бизнеса, впрочем, призывают не торопиться с выводами. Там произошел случай, связанный с тем, что подрядчик не до конца выполнил свои обязательства, и поэтому он не смог запустить этот проект. Но, повторюсь, это не свидетельствует о недостатке, о каком-то системном сбое в этой программе. Это в целом, наверное, недостаток самого исполнения бюджетного процесса. На сегодня субсидированием займов по дорожной карте бизнеса 2020 воспользовались 2500 предпринимателей. Сумма кредитования превысила 500 миллиардов тенге. Это в тысячи раз больше, чем нужно для завершения этих сельских долгостроев. Ирбул Абишев, Артем Кохан, 7 канал, из Павлодарской области.